Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим две важные симметричные позиции, которые часто встречаются в практической игре и которые полезно знать. Первая партия. Белыми играл Марцин Гжесяк, многократный чемпион Польши по бразильским шашкам. Черными играл литовский международный гроссмейстер Арунас Нарвайшас, чемпион СССР по русским шашкам и чемпион мира по бразильским шашкам. Партия игралась в бразильские шашки, но эти варианты подходят и для русских шашек. Был разыгран дебют, двойная игра Бадянского, АБ4, БА5, и белые не стали меняться, это БЦ5, просто ушли на бортик, БА5. Черные также не меняются, повторяют ходы белых, ЖА4. Белые вываливаются в центр, СД4, и черные сами начинают бороться за центр, разменом ФЕ5 и бой на Е5. Обе стороны подтягивают свои сильные левые фланги, БЦ3, АЖ7, АБ2, ДФ6, БА3, ЖА6. В этой позиции белые пытаются как-то ослабить давление черных и меняются СД4. Грозит размен БЦ5, чтобы его предотвратить, черные сами занимают пункт С5, ходом БЦ5. Далее в партии было СБ2, черные снова занимаются на центр, ФЕ5, и белые меняются Ф4. Далее ФЖ7, БЦ3, ЖА6. И возникает очень важная, часто встречающаяся позиция. В партии был возможен ход ЖА2. Мы его потом рассмотрим на основе партии Юрия Королева и Сергея Белошева. А в партии ГЖСЯК Нарвайшас белые допустили ошибку. Сыграли СД4. В бразильские шашки этот ход еще не проигрывает, есть тяжелая ничья. А в русские это уже проигрыш. Смотрите. Черные меняются, ФЖ5. Ну и после размена возникает симметричная позиция. Запомните ее. В этой позиции начинающий проигрывает. Ход белых. В бразильские шашки еще была ничья. В русские это уже ноль. В партии последовало ЕД2. И черные меняются. ДЕ5. И возможны два хода. ДЦ3 и ЕД4 за белых. В партии Марксен сыграл ЕД4. И черные начинают атаковать ослабленный правый фланг белых. ЖФ4. Грозит ФЖ3. Поэтому ход ЖЖ2 вынужденный. Далее. Черные укрепляются на своем правом фланге. БА7. Чтобы не было хода ДЦ5 из-за ЦБ6. Ну и после хода ДЦ3 они играют АЖ5. Белые меняются. ФЕ3. Лучшего не видно. Черные занимают важный пункт Ф4. ЖФ4. Белые играют ЕД2. И на ход ЕФ6 играют ДЦ3. Белые подстроили ловушку. То есть хотят сыграть АБ6. Ну и по правилам бразильских шашек. Черные обязаны будут побить две. Затем белые сыграют СД4. И получат какие-то шансы на ничью. Но Аруна Снервай сейчас четко гасит в зародыше любые шансы на ничью у белых ходом СД6. Далее в партии было ДЦ5. Лучшего не видно. Ну и на ход ДЕ5. Белые меняются назад. СД4. Все форсировано. Черные ведут свою шашку в дамке АЖ3. Белые также пытаются прорваться на правом фланге черных СД6. Ну и после хода ЖФ2 выясняется, что белым в дамке не пройти. После размена ДЦ7 черные пожертвуют шашку и поставят дамку на поле Ж1. Обрезав шашки белых от похода в дамке по двойнику. Поэтому в партии Марцин еще посопротивлялся. Сыграл АБ4. Ну и на ход ФЕ5. Белые сдались. Еще можно было конечно сыграть ДЕ3. Но тут у черных четкий выигрыш. Бьем вперед на поле Д2. Затем ставим дамку на С1. Приходится отходить. Затем нападаем с поля А3. И белым здесь можно сдаться смело уже. Друзья, мы выяснили в этой позиции. Так. После размена еще был возможен ход ДЦ3. Здесь у черных также выигрыш. И в русские, и в бразильские шашки. Черные меняются вперед. И грозят сыграть ФЖ3. Поэтому белым приходится меняться назад. ФЕ3. Черные играют АЖ3. И видите, они побеждают за счет того, что нет нападения с поля АЖ2. Так как черные проведут удар. Сыграют ЕД6 и ДЦ5. И проходят дамки. Поэтому белым приходится играть ЕД2. Но тут самый простой выигрыш такой. Допустим, играем ЕФ6. И на ход ДЦ3 снова играем БА7. Не давая пошевелиться белым. Из-за хода ЦБ6. Приходится играть СД4. Тогда играем ЖХ2. То есть у нас, видите, была наивыгоднейшая позиция. За счет нее у нас есть запасной ход. Мы на ход БЦ5 играем ДЕ7. Полностью связали силы белых. Белые, видите, проигрывают за счет отсталой шашки А3. На единственный ход АБ4 играем ФЖ5. Мы после единственного хода ДЕ5 снова меняемся ЖФ4. Снова единственный ход ЖФ2. Играем ЕФ6. Мы после жертвы здесь у белых проигрыш у всех вариантов. То есть на ход БЦ5 играем АЖ3. На АБ6 меняемся. ЕД4 и бьем на Ц5 с выигрышем. Если же белые жертвуют шашку, играют АБ6. Мы просто отдаем две шашки и так же выигрываем. Тут ничего сложного. То есть вот эта позиция уже после хода ЕД2, она проиграна и в русские, и в бразильские шашки. Но в этой позиции после размена ЕД4 в бразильские шашки еще есть тяжелая ничья. В русские это тоже проигрыш. Запомните. Бьем Ж на Е3. Ну и после того, как белые бьют на Б6, играем АЖ5. Белые бьют и меняемся ДЦ5. Ставим рожон на поле Ц3. За счет вот этой шашки Ц3 белые здесь проигрывают. БА7. Белые грозят сыграть АБ6, поэтому фиксируем слабость белых ходом ДЦ7. Ну и тут есть два варианта за белых. Ход ЖФ2 и ход АБ4. Давайте рассмотрим оба. После хода АБ4 играем ЦБ2. Ну и на ход БЦ5 ставим дамку. Приходится жертвовать шашку и играть ЦД6. Тогда ограничиваем шашку белых от похода в дамке ходом дамкой на Ф6. Белым приходится жертвовать вторую шашку, чтобы пробраться в дамке. Белые ставят дамку, нападают на шашку черных. Отходим. Снова нападают. Снова отходим. Ну и черные, видите, грозят провести две шашки в дамке и легко выиграть эту позицию. Если же белые в этой позиции нападают с поля Е3, тогда здесь вообще простой выигрыш. Проводим небольшую комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем ловим дамку белых в петлю. И побеждаем. Тут ничего сложного. Рассмотрели ход АБ4. Еще возможен в этой позиции ход ЖФ2. Прошу прощения, не в этой позиции. БС7, ДС7. Вот здесь ход ЖФ2. Теперь играем ЖФ4. Ну и снова. В бразильские шашки здесь есть все-таки ничья, а в русские это проигрыш. То есть в бразильские, как может сделать ничью. Играем АБ4. Видите, отходить СБ2 нельзя из-за удара по затылку ФЕ3. Поэтому приходится жертвовать шашку и играть ЖХ2. То есть в бразильские шашки здесь можно сыграть ДС3. И в ответ на постановку дамки белые делают присоску АБ6. То есть, согласно правилам большинства, черные обязаны бить две шашки. Белые попадают в дамки. И видите, ловить дамку белых нельзя, потому что белые сыграют ЕФ2 и даже выиграют за счет оппозиции. Поэтому эта позиция ничейная. То есть в бразильские шашки здесь ничья. А в русские, понятно, белые здесь проиграют. То есть после размена вынужденного ФЖ3 просто нападем разок, нападем на шашку С3, затем на шашку Б4. Ну и видите, белые здесь не успевают пройти в дамки из-за оппозиции. Черные побеждают. Если же в этой позиции белые бы разменялись таким образом, это тоже выигрыш за черных. То есть бьем на поле Ф4 с перебоем. Ну и здесь все форсировано. ДЦ3, ФЕ3, СБ4, ЕФ2 и на ход БЦ5 ставим дамку на поле Ж1. То есть сюда играть бесполезно. Мы выигрываем таким образом. Ничего сложного. Если же белые жертвуют шашку, тут можно еще красиво выиграть. Пожертвовать шашку, загнать белых дамки и выиграть за счет противостояние белой и черной дамки по двойнику. Так называемый столбняк. Так, рассмотрели партию Гжесяк Нарвайшас. Теперь давайте, друзья, рассмотрим партию двух международных гроссмейстеров, двух чемпионов мира Юрия Королева и Сергея Белошеева. Дебют ЖХ4, ФЖ5, бойная Е5. Отказанная игра Петрова. В этой позиции, видите, слабо играть СД4, так как черные играют ХЖ5, затем захватывают пункт Х4 и связывают шашки белых ходом ДЦ5. Здесь у черных большое преимущество. Поэтому в этой позиции обычно играют АБ4. Черные нападают БЦ5 и белым лучше всего закрыться БА3. Черные ставят так называемый тычок и белым, видите, нападать бесполезно в Е3. Вроде бы, кажется, у белых три нападения, у черных только две защиты. Но за счет косвенной защиты, так называемой, черные здесь получают преимущество. Поэтому обычно так белые никогда не играют. Так играть не хочется. Поэтому в этой позиции обычно ходят БА5, ну и после хода ХЖ7 играют СБ4. То есть черные занимают центр, белые пытаются его окружить. В книге курс шашечных дебютов Литвиновича Негра указан ход ЖФ6. Но на самом деле здесь есть гораздо более сильный ход Ж6. В чем идея? После хода АБ2 играем ЕФ6. И варианты сводятся тем, которые указаны в курсе шашечных дебютов. Там преимущество у черных. А вот после хода ФЖ3, здесь белые уже вообще на грани поражения находятся. Черные играют АБ6. И после всех разменов выясняется, что, видите, за счет шашки А6 белые никогда не смогут разменять шашку Ф4. То есть, допустим, на такой размен черные грозят сами разменяться. То есть, у черных, видите, центр, важная шашка сильная на поле Ф4. У белых, самое главное, отсутствует шашка на поле Ц1. То есть, скорее всего, здесь черные даже победят. Какая-то ничья здесь еще есть. Но так играть за белых, конечно, не хочется. Хочется найти какое-то продолжение, которое точно ведет к ничей. Но и оно есть, друзья. То есть, в партии Юрий Королев разменялся до Е3. Похоже, это сильнейший размен. Сергей Белошев сыграл ЕF6. И белые начинают подтягивать шашку Ж3 ближе к центру. Черные играют ФЖ5. Грозят ткнуть ЖФ4. Поэтому приходится закрываться ЖФ4. На ход ФЖ7 белые подтягивают отсталую шашку А1. Играют АБ2. Ну и на ход ЖФ6 играют БЦ3. После хода ЖФ4 возникает позиция, которую мы с вами смотрели в первой партии. Только мы ее смотрели за черных. То есть, в партии Марцин Гжещак сыграл СД4 и проиграл после размена ФЖ5. Это позиция, друзья, в русские шашки проигранная. То есть, так играть нельзя. Но в этой позиции все-таки есть ничья. Правильно играть ЖФ2. На первый взгляд это несуразный ход. То есть, белые сдвигают опорную шашку с дамочного поля. Получают отсталую шашку Х2. Но на самом деле это сильнейший ход в этой позиции. Теперь у черных сильнейший ход ФЕ5. И белые меняются СД4. Черные бьют на С3. Ну и после всех разменов у черных еще небольшое преимущество. Но белые все-таки уравнивают эту позицию. На ход ДЕ7 играем ДЦ3. Ну, проводить комбинацию бесполезно здесь. Видите. Так как черные, белые просто идут в дамки. И тут еще черным не сдобровать. То есть, приходится в этой позиции меняться. СБ4. И белые бьют назад. Ну и далее возможен такой вариант. АБ6, СД2, БЦ5, ФЕ3, СД6, СД2. Обе стороны подтягивают шашки ближе к центру. Ну и здесь черным надо играть БЦ7. Естественно, ЕФ6 здесь играть нельзя. Из-за несложного удара за белых. Белые играют АБ6. Затем РЖ5. И выигрывают шашку. Естественно, трассмейстеры такие детские ловушки видят. И Сергей Белошев сыграл БЦ7. Юрий Королев играет ДЦ3. Ну и тут возможны два варианта. Либо черные играют, допустим, СД4 и АЖ5. Ну и возникает примерно равная позиция после АЖ7. То есть, обе стороны проходят дамки. И эта позиция ничейная. Если же черные в этой позиции нападают, СБ4. Самое простое уравнение здесь провести симпатичную комбинацию. Комбинация, размен. СД4 отдаем одну шашку. Затем ФЖ3. Отдаем вторую шашку. ФЖ5. Третью. И ДЦ5. Отдали 4 шашки. И снимаем 4 шашки. Ничей. Именно так и было в партии. Вот это простейшее уравнение. Следующая партия. Белыми играл мастер Иван Смурков. Черными играл мой подписчик Гриша Быков. Кандидат мастера спорта. Соперником выпала следующая жеребьевка дебюта. Белая Б2 летит на Б4. Черная Д6 летит на Е5. Летающая шашка, так называемая. Иван сыграл Б5. И Гриша предпочел разменяться. Е4. Позиция черных, конечно, более приятная. Видите, у белых есть бортовая шашка А5. За счет этого у черных более лучшее положение. Черные развивают свой сильный левый фланг. Ж6. Иван подтягивает отсталую шашку H2. HG3. Далее в партии было Е6. Иван пытается окружить центр. Черных Гриша занимает. Центр. GH4. BC5. FG3. Fe5. Белые разменялись назад. Накапливают запасные темпы. И Гриша развивает отсталую шашку H8. Играет HG7. Иван сыграл Е4. Черные сыграли GF6. DE3. Гриша делает выжидательный ход. FG7. То есть поставил ловушку CB6. Это не страшно. Иван играет CD2. Ну и на ход FG5 уже надо нападать. CD4. Лучшего нет. Далее в партии было GF6. Размен. И после хода DC3 и GH4 возникает другая симметричная позиция. То есть видите, если в этой позиции белые сыграют CB4, то черные выигрывают после хода FG5. Эту позицию мы рассматривали в первой партии. Кжесик Нарвайшес. То есть здесь у белых есть такая ничья. Надо напасть CD4. И после размена пожертвовать шашку AB4. И сыграть ED4. Эта позиция была впервые проанализирована чемпионом СССР Борисом Блиндером. В партии черные напали FG5. И Иван закрылся FG3. Ну и здесь обычно по теории играли раньше DE7. И стоит ловушка. У белых есть два хода. EF2 ведет ничей. А вот ED2 уже проигрывает. Давайте рассмотрим оба хода. После хода EF2 черным надо играть AB2. Лучшего нет. И белые проводят так называемый удар каблуком. То есть отыгрывают шашку. Ну и далее все форсировано. CD6 AB2. EF6. Черные грозят напасть сразу же на две шашки. Поэтому белым надо играть GH2. После нападения в E5 белые закрываются HG3. Черные подрывают пункт E3. Ну и возникает равная позиция. Ничья. Белые могут поставить дамку. Затем занимают большую дорогу. Отдают шашку и достигают ничьей. За счет обладания большой дорогой. Теперь давайте рассмотрим ход ED2. Он уже проигрывает. Ну здесь все форсировано. Черные играют EF6. Белые Dc3. Разменов E5 назад. ED4. EF6. GF2. FG5. Fe3. Вот здесь черные жертвуют обратно лишнюю шашку HG3. И играют GF4. У белых единственный ход DE5. Черные уже сами жертвуют шашку Dc5. И нападают с поля B4. Видите, отходить нельзя. Так как черные разменяются и обрежут шашки белые под походов дамки по двойнику. Поэтому приходится отдавать шашку C3. И белые пытаются пройти в дамки. Fe5. Тогда черные играют AB2. Ну здесь бесполезно играть ED6 и AB6. Так как черные проводят все три шашки в дамки. Затем строят боевую позицию и побеждают. То есть в эту сторону также отдавать бесполезно. Тоже проводим все три шашки в дамки и побеждаем. Кто не знает как строить боевые позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Белые это видят, что проигрывают. И еще как-то сопротивляются. Играют EF6. Тогда ставим дамку на поле A1. Ну и после вынужденного хода FE7 здесь надо отдать шашку CD6. Это единственный ход. Остальное ведет ничей. Затем ограничиваем шашки белых по двойнику. Ну и на ход AB6 уже ставим дамку на поле E1. После хода BA7 закрываемся. Не даем белым пройти в дамки. Ну и тут возможны два хода. После CD6 бьем на F4. Ну видите, дамку ставить нельзя. Так как она будет тут же поймана. Поэтому белые еще отдают вторую шашку. Тогда точно бьем на поле H2. Последняя точность. Ну и в ответ на постановку дамки зажимаем белых по двойнику. Прием называется столбняк. То есть EF2 BA7. Отходим на G1. Ну и после хода на B8 играем на A7 и выигрываем. Вот это анализ неоднократного чемпиона СССР Бориса Блиндера. Также в этой позиции еще был возможен ход HG3. Вместо CD6 тогда бьем уже на H4. Если белый играет CD6 здесь, тогда бьем на H2. Ну и выигрываем похожим образом. То есть видите, зажимаем дамку белых по двойнику и побеждаем. Так, эти варианты были расписаны в книге Геннадия Хацкевича 25 уроков шашечной игры. Но в партии Гриша сыграл более хитро, пожертвовал шашку ходом dc5. Не стал играть d7 и играет cb2, ab2. Иван сыграл b7 и Гриша поставил дамку на поле c1. Неплохая ловушка, за черных тут у белых есть три хода. Постановка дамки на поле b8, этот ход проигрывает так, укажу красным. Затем ход ed2 также проигрывает. И ход ef2 все-таки ведет к ничьей. Ну во-первых, постановка дамки на поле b8 сразу же проигрывает из-за несложного удара за черных. То есть отдаем шашку cd6, затем играем hg3 и бьем шашку и дамку белых с несложным выигрышем. Если белые играют ed2, как и было в партии, черные выигрывают не менее симпатично. Смотрите, играют cb6. В партии Иван побил с перебоем. То есть сперва на c7, а потом на c5. И черные снова проводят этот удар. Играют hg3 и gf4. Затем бьют дамкой на поле b6. Ну и после хода gf6 лучшего нет. Черные напали. Поле d8 и Иван сдался. Неплохое достижение. Кандидатом мастера Григория Быкова. Молодец. Так. В этой позиции еще возможно было за белых просто побить назад. Тогда черные здесь выигрывают. Но тут надо играть точно. Надо проводить удар. hg3 и gf4. И бить дамкой на поле a7. У белых единственный ход gf6. И здесь выигрывают только ход dc7. Остальное ведет к ничьей. Теперь у белых есть два варианта. Если они играют hg3. Тогда выигрываем нападением с поля d4. Видите, белым надо отходить. И тогда черные жертвуют дамку и побеждают. Если же в этой позиции белые играют fe7. Тогда здесь надо разменяться cd6 и побить именно на поле d4. На e3 это ведет к ничьей. То есть бьем на d4. Ну и после хода hg3 играем hg5. Тут есть два хода. Если белые нападают с поля h4. Тогда здесь не надо играть на поле f6. Здесь надо разменяться. То есть ставим дамку на h8. И снова бьем на d4. И возникает так называемая вилка или штаны. То есть на единственный ход gh2 фиксируем. Шашки белых поставим дамку на поле f2. И белым остается только сдаться. Если же в этой позиции белые играют gh2. Тогда уходим на поле h8. Видите, на b6 стоит удар так называемый трамплин. То есть отдаем одну шашку и забираем сразу же две с выигрыша. Поэтому приходится играть gh4. Но здесь мы снова строим трамплин. Уже в замедленного действия ставим дамку на f6. Ну и на любой ход. Допустим, ab6 или hg3. Снова меняемся таким образом. И выигрываем. Так. Ну и наконец. Как надо было в этой позиции делать ничего. Надо было сыграть ef2. Ну и теперь, видите, cb2 играть нельзя. Так как белые проводят комбинацию. Отдают две шашки fg3. И нападают с поля b8. Здесь все-таки у черных есть ничья. То есть после того, как белые заберут дамку и две шашки. Черные играют dc3. Ну и на ход дамкой на c1. Отдают шашку. Затем играют cb2. Ну и на ход hg7. Здесь важно поставить дамку именно на поле a1. Чтобы не было проблем. Видите. Если белые теперь отходим на h8. Черные игра d7. Ну и на ход ab6 просто меняются. С ничьей. Все-таки есть ничья. Ну правильно, конечно, в этой позиции сыграть. Допустим. На поле a3. И чтобы в ответ на нападение просто разменяться. Ну и партия постепенно заканчивается ничьей. Теперь, друзья, давайте рассмотрим партию, которую я сыграл в 2009 году с гроссмейстером Владимиром Плаудином. Ну тогда он еще не был гроссмейстером. Был мастером. Но, в принципе, Владимир провел очень интересную эту партию. Красиво меня выиграл. Смотрите. cd4. fe5. Нам выпала такая жеребьевка дебюта. Ну и Владимир бьет на поле g5. Возникает дебют, игра Романычева или гибельное начало. Ну как известно, сам Романычев все-таки бил на поле e5. А вот на поле g5 любил бить чемпиона СССР Василий Соков. Ну и далее в партии было bc3 fe7, cd4 ba5. Здесь после хода ab2 подавляющее большинство партий продолжается ходом ab4, как советовал гроссмейстер Владимир Вигман. Но Владимир Плаводин сыграл не менее интересно. Он играет gh4. В чем идея этого хода? Теперь белые, видите, не могут ставить так называемый кукол к ходам dc5. Так как у черных, видите, три нападения с поля d6 будет. А у белых только две защиты. То есть белые после этого размена проигрывают шашку. А вместе с ней и партию. То есть после хода gh4 я сыграл gf4. И черные разменялись dc5. Теперь я играю bc3. И Владимир полностью уравнивает позицию ходом ed6. Здесь уже у черных появляются даже контр-шансы. Смотрите. В партии я разменялся cb4. Но самый сильный план за белых здесь все-таки сыграть cd4. Теперь черным надо закрываться. И белым лучше всего напасть de5. Черные меняются назад de7. Ну и после хода dc3 играют gf6. Ставят ловушку. В чем идея? То есть видите, если белые сделают естественный ход cd2, они проигрывают из-за комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти несложную комбинацию за черным. То есть когда сдвигаете опорные шашки, всегда смотрите, не может ли соперник провести комбинацию. В данном случае он может это сделать. Черные отдают шашку ab4. Затем играют cd4, hg3, fg5. И попадают на поле c1. С выигрышем. Поэтому cd2 играть нельзя. Остается только нападать cd4. Но тогда черные меняются вперед. После хода b7. Снова проигрывает cd2 из-за этого удара. То есть cd4, hg3, fg5. И черные попадают в дамки с выигрышем. Поэтому у белых единственный ход. ed2. Теперь уже черным надо играть аккуратно. Сыграть ed6. Ну и после размена вынужденного fg5. Черные бьют на f6. И возникает примерно равная позиция. Вот это сильнейший вариант игры за белых. В партии же я растерялся. Разменялся cb4. И черные захватили преимущество. Они сыграли gf6. Возникает также важная позиция. Которую полезно знать. Здесь правильно играть cd2. Я же сыграл b5. Давайте рассмотрим вариант после cd2. Белые грозят разменяться fg5. Поэтому приходится черным нападать ходом fe5. Белые тогда сами меняются dc3. Ну и на ход hg7. Снова может возникнуть вот эта позиция. Которую мы рассмотрели в предыдущей партии. Если я сыграю b5. Черные сыграют gf6. И здесь правильно нападать cd4. Затем жертвовать шашку. И играть ed4. С ничейными вариантами. Если же в этой позиции сыграть cb4. Тогда как вы уже знаете. Ход fg5 выигрывает. Как было в партии. Джессик Нарвайшерс. Но в этой позиции за белых есть и более простая ничья. То есть есть ход ed2. То есть черным надо играть gf6. Лучшего нет. Тогда белые меняются fg5. Ну и куда бы черные не побили. Допустим на f8. После всех разменов возникает примерно равная позиция. Партии же я сыграл не точно. Я в этой позиции сыграл b5. И Владимир Плаудин получил преимущество. То есть свел. Как раз вот к той ничейной симметричной позиции. Но он показал здесь усиление. За черных. Черные сыграли hg7. Я сыграл cb2. И в ответ на нападение f5 я сыграл bc3. То есть я уже здесь стремился к этой позиции. После gf6 я знал, что проигрывает cb4 симметрия. Я напал. Ну и после размена пожертвовал шашку. И сыграл ed4 по блиндеру. То есть обычно здесь черные играли fg5 по теории. Но мой соперник удивил меня ходом d e7. Теперь у белых есть три хода. fg3 наиболее точный ход. ed2 чуть похуже. И ход fe3 уже очень плохой ход. Давайте сперва рассмотрим ход fg3. Это наиболее точный ход. То есть видите, если черные здесь просто будут играть fg5. Белые сыграют ed2. И на ход gh4 сыграют d e3. То есть затем грозят выиграть ходом cb4. Если же черные, допустим, в этой позиции на ход ed2 пойдут в дамки, тогда белые проводят удар пяткой. Ну и получают более перспективную позицию. Ну тут понятно ничья, но черными тут не подавишь. То есть после размена fg3, черным надо жертвовать шашку hg5 и нападать ходом d e5. Теперь белые отходят. И черные продолжают давление. Играют ab2. Надо нападать cb6. Черные отходят cd6. Играем b7. И черные нападают на шашку. Здесь важно не жертвовать шашку e3. Не дергаться. Надо играть спокойно. Играем ed2. Черные играют dc5. Ставим дамку. И черные играют ed6. Видите, дамка белых b8 ограничена. То есть играть некуда вроде бы. Но здесь есть четкое уравнение. Белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничейную комбинацию за белых. Играем dc3. Затем ab6. Затем cd4. И изящно форсируем ничью, побив на поле a5. Ну и черные вынуждены смириться с ничьей. Вот это самое точное продолжение после хода d7 вместо fg5. Также в этой позиции возможен ход ed2. Но здесь уже у черных преимущество. Они жертвуют шашку hg5 и нападают d5. Надо отходить. dc5 лучшего нет. И черные идут в дамки ab2. Если теперь белые, допустим, нападают cb6, черные получают большое преимущество. Ставят дамку на поле a1. И затем меняются ed6. Ловят дамку белой. Здесь огромное преимущество у черных. У белых единственная ничья. Вернее, это уже проигранная позиция. Прошу прощения. Здесь у белых ничьей нет. То есть видите, если белые просто поймают дамку черных, то черные выигрывают за счет оппозиции 3 на 3. Белым некуда ходить. То есть так играть плохо. То есть в этой позиции еще был ход hg7. И затем надо было сыграть cb6. Теперь у черных есть 2 ответа. Если они ловят дамку белых возможную, допустим, побили на c3, черные бьют на e5. Белые все-таки здесь могут уравнять позицию. Играют ab6. Черные ставят дамку на b8. И белые играют b7. Далее форсированы hg7, hg2. Белые не дают черным бегать по полям b8 и h2. Ну и после хода gf6 здесь можно сыграть и d e3, и dc3. То есть без разницы. На ход f5 играем hg3. Ну и на ход f4. После всех разменов белые ставят дамку на b8. И партия завершается ничьей. Также в этой позиции был возможен ход cd6. Но здесь белых спасает небольшая комбинация. Играем dc3. Затем fg3. После всех разменов возникает равная позиция. Рассмотрели ход ed2. Здесь все-таки преимущество. Надо отдать должное у черных. Белым надо играть точно. А я в партии сыграл fe3. Этот ход ставит белых на грань поражения. Смотрите, как черные атакуют. Они жертвуют шашку hg5 и нападают d e5. Приходится отходить dc5. За черные играют ab2. Ну и здесь cb6 уже практически проигрывает. Есть тяжелая компьютерная ничья. Но на практике черные скорее всего победят. То есть черные ставят дамку на a1. Затем меняются. ed6. И видите, снова здесь проигрывает напрашивающийся ход ed2. Так как черные сыграют ab2. И нельзя ловить дамку. Так как черные занимают оппозицию. Белым некуда ходить. Если же здесь белые играют gf2. Тогда черные проводят удар. Они играют fg5. Бьют на c3. Ну и на ход ab6. Меняются dc5. И выигрывают. То есть рассмотрели. Ход ed2 проигрывает. Также здесь проигрывает ход gh2. Черные играют ab2. Ну и в ответ на ход hg3 играют b3. Точный ход. В чем идея? Если белые играют gf4. Тогда уже играем dc5. Полностью зафиксировали шашку a5. Ну и на ход df2. Здесь уже можно напасть с тыла и выиграть. Выигранные окончания возникают. А если белые меняются назад. Тогда черные играют ab2. Ну и на ход fg3. Уже нападают. Надо отходить. gf4. Затем черные меняют шашку a5. Ну и здесь легкий выигрыш. Допустим, ed2, ab2, de3. Ушли обратно. Ну и на ход ef4. Здесь важно разменяться fg5. И черные, видите, отсекли шашки белых. Вот похода в дамке по большой дороге. Так, рассмотрели. То есть в этой позиции ход ed2 и gh2 проигрывает. Но все-таки есть тонкая ничья gf2. Теперь после хода dc5 играем ed2. То есть мы грозим провести комбинацию ab6 и dc3. Поэтому черным надо играть ed4. Теперь белые играют ef4. Ну и в ответ на ход fg5 играют fe3. Затем de3. И затем играют hg7. Ставят дамку на поле f8. Ну и после того, как черные играют ef2, бьем именно на f4. Если черные ставят дамку на e1, белые могут пожертвовать дамку и прорваться снова, видите, на придамочное поле. Это ничья. Если же черные ставят дамку на поле g1, тогда уже играем ab6. И также белые постепенно достигают ничьи. Но это сложная ничья. Такое в партии белые навряд ли найдут. То есть, скорее всего, в этой позиции белые проиграют. В партии я не попался на этот вариант, но тоже проиграл. Я сыграл hg7 и напал cb6. Владимир отошел cd6. Ну и на ход b7 черные нападают. Приходится жертвовать шашку. И здесь я попытался как-то активизировать дамку. То есть, видите, после хода ab6 дамке некуда ходить. Это слабая позиция. Поэтому я сыграл b7. Черные сыграли ef6. И я сыграл gh2. То есть, я хочу перевести дамку на поле g1. И затем уже провести шашку опять дамки. Здесь за черных выигрывал ход ef4. С идеями, которые будут указаны чуть ниже. В партии Владимир сыграл fg5. И я мог достичь ничьей после хода hg3. И боя дамкой именно. То есть, если черные играют gf4. Играем ab6. И здесь все-таки белые могут достигнуть ничей. Тяжелая ничья, но она есть. В партии же я растерялся. Я сыграл здесь просто дамкой на g1. И Владимир четко выиграл. Играет gf4. Ну и на ход ab6 ставит дамку на поле f8. Видите, играть b7 бессмысленно. Так как черные поймают мою дамку. И побьют, допустим, на b4. То есть, видите, ставить дамку нельзя. Приходится играть ef2. Тогда снова черные нападают bc5. Ну и тут уже приходится ставить дамку. И черные побеждают. Поэтому в партии я сыграл ef2. И черные провели небольшую комбинацию. Отдали шашку agg3. Сыграли ed4. И выиграли. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео. Анализ двух симметричных позиций. Пожалуйста, поставьте большой палец вверх. И подписывайтесь на канал. Поддержите мое творчество. Я провел огромную аналитическую работу. Которой, кстати, нет ни в одной книге шашечной. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.